Здравствуйте! Благодарим за просмотры и комментарии наших предыдущих передач. Сегодня наша тема – Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Критского. Преподобный Андрей Критский, впоследствии архиепископ, жил в VII-VIII веках в Малой Азии. Родился он в Дамаске и, по преданию, до семи лет оставался немым и получил исцеление во время Святого Причастия. Он был знаменитым проповедником и защитником православной веры, автором множества стихир и канонов. Среди них Великий Покаянный Канон – это самое известное его творение. Без него Великий Пост – не пост. Задача этого канона в Церкви – настроить на начало поста и затем, незадолго до его окончания, когда он снова повторяется полностью в храме, подвести итог Великому Посту. Вкануне 250 тропарей – маленьких законченных стихотворений, каждый из которых посвящено определенной теме. Если обычный канон любой службы можно назвать поэмой, посвященной празднику или святому, то Великий Покаянный Канон – это настоящий шедевр церковной поэзии и, без преувеличения, роман в стихах. Настолько он насыщен именами и событиями. Он делится на четыре части, и первые четыре дня Великого Поста поется и читается на вечерней службе, которая в эти дни носит название «Великое Повечерье», и затем на пятой седмице, на морейное стояние, в среду и вечером, вновь читается полностью. Важно постараться первые четыре дня Великого Поста посетить церковь, чтобы услышать канон полностью. Как настроишься на пост, так и проведешь его. И лучшего помощника в этом деле, чем богодохновенное слово преподобного Андрея Критского, нам не найти. В нем учение церкви о посте. В самом начале службы на повечерии звучит 69-й псалом. Его последние слова такие «Боже, помази мне, помощник мой, и избавитель мой, если ты, Господи, не закосни», то есть «не замедли». И тотчас незамедлительно звучит первый эрмос Великого Канона. Помощник и покровитель, без мною спасения. Субтитры создавал DimaTorzok Очевидно, что 69-й псалом послужил вдохновением к написанию всего канона. Помощник и покровитель. Иногда христиан называют людьми слабыми, лишенными уверенности в себе по сравнению с героями так называемой светской истории. Они не могут обойтись без помощника, без покровителя. В реальности половина героев так называемой светской истории были верующими людьми, зачастую христианами. А те, которые называли себя атеистами, на самом деле были не менее верующими. Они тоже жили верой, правда ложной, и опирались на помощь и покровительство своих ложных богов. Душа человека верующая по своей природе. Мы опираемся на истинного Бога и призываем Его в помощника и покровителя, как это делает преподобный Андрей Критский. Он говорит «Сей мой Бог и прославлю Его, Бог Отца моего». В этой фразе задумка всего канона — рассказать о Боге Отца моего, вернее, о Боге наших святых отцов, об их вере в Него, о той вере, которую приняли мы. Пост — это преображение души. И наша задача — сравнить свою веру с верой святых отцов. Покаяться в том, что у нас она не такая, как у них, и это правда на все времена, потому что мы живем в мире несовершенном, который нам постоянно ставят под ножки. А затем попросить у Бога помощи, чтобы стать чуть-чуть лучше, чтобы наша вера в этом посту стала крепче, чтобы мы сделали маленький шаг вперед, куда нас ведет Церковь и Господь. Словами преподобного Андрея Критского. Конечно, начать нужно от Адама, его грехопадения. Об этом и говорится в первой песне канона. Первозданного Адама преступлению поревновав, познав себе, обнаженно от Бога. Далее вспоминаем Еву. «Вместо Евы чувственная, мысленная ми бысть Ева, во плоти страстный помысл». Спрашивается, кто не согрешил подобно Еве, когда страстный помысл вдруг становится настолько вожделенным, что забывается заповедь. За этим следует изгнание из рая. «Достойно из Едема изгнан бысть, яку не сохранев единую Твою спаси заповедь Адам». С тех пор и поныне Адам живет в своих потомках. Мы тоже потомки Адама, и вместе с ним разделяем историю человеческого рода. Среди нас есть и Каин, и Авель. «Каинова пришед убийство, произволением бы их убийца совести душевной». Каин завидовал брату, который был добр. В нашем сердце роль брата играет добрая совесть, совесть душевная. Ее мы убиваем всякий раз, когда готовы согрешить. А нужно было другое — подражать Авелю. «Авелеве, Иисусе, не уподобикся правде, дара тебе приятно, не принесох когда». В конце первой песни, об этом мы услышим в среду и четверг, первые седмицы поста, возникает новый образ. Образ того, кто исправит грехопадение Адама. Герой притчи о милосердном Самарянине. «В разбойники впады, аз есим, по мышлению моими. Весь день от них уязвихся, ныне и исполнихся ран. Священник мя, предвидев, мимо иди, или вид видя в лютых нага, презре. Но из Марии воссиявы Иисусе ты, представ, ущедри мя». Это было начало священной истории. В следующей песне канона она продолжается. Во второй песне канона «Два Ирмоса» и один из них звучит так. «Он мине моли во слава, а я о своем Христа, о тебе плотию пришельшим». Итак, вторая песня канона начинается с того, на чем закончилась предыдущая. «Господь приходит в мир, чтобы спасти Адама». Путь Адама, то есть человечество перед нами, только что начался, и мы продолжаем перелистывать страницы священной ветхозаветной истории. Тропари второй песни отличаются тем, что они очень короткие, в них как будто чувствуется рыдание. Человек произносит отрывистые фразы из-за слез, и за ними видится Адам, его покаяние. А вместе с ним каемся и мы. «Облекохся в раздранную ризу, южи истками змей советом, истыждуся», — говорит Адам. «Сшиваше кожные ризы грех мне, обнаживай мя первые боготканные одежды. Облажен есим одеянием студа, як уже листвием смоковным». Историю грехопадения продолжает Каин и Ламех. «Кому уподобилося есим многогрешной душе, то к мя первому Каину и Ламеху оному». Кто такой Ламех? Это был потомок Каина, который на охоте нечаянно убил своего отца, а затем по неосторожности убил и своего сына. И кроме того, он первым ввел двоеженство. Считается, что именно потомство Ламеха было погублено всемирным потопом. «Сифу не уподобилось еси, ни еноса подражала еси, ни еноха приложением, ни ноя». Спасительная, праведная ветвь потомков Адама идет от Сифа. Сиф — это третий сын Адама и Евы. Енос — основоположник богослужения. Енох, как поется, был приложен, то есть изменен, взят живым на небо. Ной — тот, кто спасся вместе со своей семьей во время всемирного потопа. В конце второй песни канона преподобный Андрей вспоминает о Содоме и Гоморье. Но подробнее об этом будет говориться в третьей песне канона. Ирмос третьей песни звучит так. «Два пути» предлагает история. «Два пути» — дарит человеку его божественная свобода. Как выбрать правильный путь? Как не пойти по пути Каина и выбрать путь Сифа и Ноя? Ирмос, связующий две песни, отвечает на этот вопрос. Правильный выбор в жизни можно сделать только, если мое помышление будет утверждаться на камне заповедей твоих. Кто верил Богу, кто стремился к праведности, тем удавалось в мире зла творить добрые дела, оставлять пример, по которому впоследствии шли праведники. Вторая песня закончилась воспоминанием о Содоме. В третий рассказ продолжается. «Из Содома, города, который был уничтожен за грехи людей, спасся только Лот и его семья. Причем самый близкий ему человек, его жена, оглянулась, пожалела о том, что остается в городе, ее накрыла серой и солью, она превратилась в столяной столб. «На горе спасайся душе, як уже Лот онный», призывает автор канона. «Бегай запаление о душе, бегай садомского горения». Однако история Лота еще будет впереди, и автор канона возвращается к именам, которые предшествовали этому, и показываются причины, по которым человечество время от времени в истории навлекало на себя гнев Божий. «При Нои спаси, блудодействовавшие по дрожах, о них наследовав осуждение». После Ноя прославился хам. Прославился, конечно, в кавычках. Он выставил на позор перед своими братьями слабость своего отца, когда тот был пьян. Этот поступок в Великом каноне сравнивается с отца убийством. Хама, о нога, душе, отца убийца, подражавший, срама не покрыла еси искреннего. Благословение Симова не наследовало еси душе окаянное. Сим же, наоборот, исправил поступок брата и покрыл отца от посрамления. И этим заслужил благословение, как и его брат Иофев. Но самые яркие события из жизни патриархов мы знаем в истории Авраама, Исаака и Иакова. «От земли Харан изыди от греха, душе моя. Из Харана в землю обетованную вышел Авраам. Исаака, окаянная душе моя, разумевши новую жертву, подражай его произволению». Здесь Авраам был готов принести в жертву Бога своего любимого сына Исаака. Такова была его вера Богу в то, что Господь может воскресить его сына. «Иаковлю лествицу разумела еси, душе моя, являемую от земли к небесем, почто не имела еси восхода твердо благочестия». Иаков во сне видел лестницу от земли на небо, на которой утверждался и был готов спуститься на землю Господь. Но это произойдет через полторы тысячи лет, когда словно по лестнице с неба Господь спустится на землю, родившись от Пресвятой Девы. «И человеком явися, и глаголаша, услышав слух Твой, и убояхся, слава силе Твоей Господи». Пророки Ветхого Завета предчувствовали рождение Бога на земле. Они понимали, что никто не сможет передать Слово Божие людям так, как это может сделать только сам Бог. Никто не сотворит столько чудес, никто не сможет создать новую церковь. С каким страхом и трепетом они приближались к тайне, которая для нас уже открыта. «Услышал Пророк пришествие Твое, Господи, и убоялся, ибо хочешь Ты от Девы родиться и стать человеком». История ожидания Спасителя и, вместе с тем, покаяния Адама продолжается. В четвертой песне канона продолжается и речь о небесной лестнице. «Лествица, южий видя древний великий в патриарсиях, указание есть в душе моя деятельного восхождения. Чтобы Господь спустился ко мне, вошел в мою душу, я должен сам сделать шаги навстречу, чтобы начать деятельное восхождение, как это сделал патриарх Иаков, стараясь жить праведно. У него было две жены — Лия и Рахиль. В каноне они символизируют действие и разум, из которых складывается жизнь человека. «Бди, о душе моя, изрядствуй, як уже древний великий в патриарсиях, да стяжеши деяния с разумом, да будеши ум зряй Бога». Так исправляется поврежденное грехопадением общение Адама с Богом. Иаков родил двенадцать патриархов, из которых произошли двенадцать колен Израилевых. Жизнь патриархов, вернее, праведников, которые произошли из этих колен, тоже символизирует лестницу от земли на небо. Два на десять патриархов, великий в патриарсте где-то творив, дети, як у основания, степени, як уже восхождения. Но один из главных героев Библии не является патриархом и не относится к определенному колену Израилевому. Это праведный Иов. И его покаяние, так же, как и вера, являются великолепным образцом для подражания. Иова, нагноюще слышавши о душе моя, оправдавшегося, того мужеству не поревновала яси. Иов когда-то был богатым и успешным, но однажды потерял все, даже свое здоровье. От него отвернулись и знакомые, и друзья, и жена, которую он любил. Но его вера сочеталась с мужеством, непременным спутником веры. Этим он оправдался. Не имея веры и мужества древних патриархов, у нас есть еще одно средство оправдаться перед Богом. Это покаяние. Подобно Иову мы нуждаемся во враче. О Христе, как о враче душ и телес, окончание четвертой песни. Чашу церковь стержа ребра твоя живоносная. Из них же сугубые нам источи токи оставления и разума. Субтитры создавал DimaTorzok Древним патриархам было сложнее, чем нам. Они лишь предугадывали волю Божию, вразумлялись подчас падениями, ошибками. А у нас есть врач и учитель, который оставил свое слово и Евангелие. Есть церковь, где происходит спасение. Нам остается немногое научиться просить, как поется в этом Ирмосе, «Наставь меня на повеления Твои и научи Спаситель творить волю Твою». Так, как это делали наши праатцы. «Иосифа праведного и целомудренного ума подражай, окаянная и неискусная душе». Праведного Иосифа из зависти предали собственные братья. Яков любил Иосифа больше других детей. И в образе Иосифа мы можем увидеть пророчество о самом Спасителе, которого предали на смерть тоже из зависти первосвященники и книжники. «Аще и в рове поживей иногда Иосиф, владыка Господи, но во образ погребения и восстания Твоего». Следующим по значимости героем Библии, то есть героем веры, становится Моисей. «В пустыню вселися, великий Моисей, гряди уба, подражай того житие, да и в купине Богоявления, душе, в видении будеши». Моисея воспитала дочь фараона, но он убежал от славы и поселился в пустыне. Здесь в пустыне ему явился Бог во образе несгораемой купины. «Моисеев жезл воображай душе, ударяющей море и огустевающей глубину во образ креста Божественного». Затем, когда он вывел израильский народ из Египта, перед его жезлом раступилось море. Жезл символизирует крест Господень, перед которым в страхе раступаются невидимые враги. В конце каждой песни автор канона помещает тропари, полные самого глубокого покаяния. Вспомнив о патриархах, об их вере, приходишь к пониманию, что только Сам Господь может восполнить тот недостаток веры и благочестия, который испытываем мы, современные христиане. Но чем глубже покаяние, чем глубже смирение, тем более свободным становится человек от влияния этого мира. Он получает больше дерзновения к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Уклонилась яси душе от Господа твоего, якожи Дафан и Аверон». Дафан и Аверон подняли восстание против Моисея. Вообще народ израильский во время странствования по пустыне многократно восставал против своих вождей, то есть против самого Бога. «Свяная мяса и котлы и египетскую пищу, паче небесные, предсудила яси душе моя». Они вспоминали Египет и жизнь в нем, и раптали на Господа, не понимая, что вера, подразумевает подвиг и отречение. «В восстании и побори, як Иисус Амалика, плотские страсти и гаваониты». После Моисея вождем Израиля стал Иисус Новин, который победил нечестивые народы Амалика и гаваонитов. Вся история покорения израильтянами земли обетованной, изгнания языческих племен не должны вызывать у нас протеста из-за того, что она полна кровопролития и жестокости. Эти исторические события были предназначены для того, чтобы мы научились бороться со своими страстями так же отважно, как это делали наши прадцы, когда боролись с языческими народами, религия которых вмещала и блудодеяние, и жертвоприношение собственных детей. У каждого из нас множество внутренних врагов, и не имея решимости с ними бороться, можно погибнуть. Поэтому Библия и оставила нам такие яркие примеры непримиримой кровопролитной борьбы. В конце шестой песни снова новозаветный образ. Апостол Петр, утопающий в море, «Яко спас льеси Петра, возопиша, спаси, предварив мя спаси, от зверя избави». В центре канона преподобного Андрея Критского звучит одно из самых известных церковных песнопений «Душе моя». «Душе моя». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok «Душе моя». Субтитры создавал DimaTorzok «Душе моя». «Все, что от Тебя требуется, воспринуть духом, и тогда Христос непременно придет на помощь и пощадит тебя». Осталось услышать еще три песни канона. Субтитры создавал DimaTorzok «Душе моя». Субтитры создавал DimaTorzok «Душе моя». Субтитры создавал DimaTorzok «Душе моя». «Душе моя». «Душе моя». Субтитры создавал DimaTorzok «Стрелой Амура». Чтобы получить чужую жену, он послал ее мужа, храброго воина Урию, на верную смерть. «Давид иногда вообрази, списав яко на иконе песнь, Ею же деяние обличает ежесадея, Завы помилуй мя». Это пример каждому. Не отчаиваться, даже если враг побеждает. Давид оставил после себя 50-й псалом, полный покаянных чувств. Приняв покаяние Давида, Господь изгладил его грех. «Слышала Еси о Весолома, как он о естество восста». Помнишь ли, душа, как о Весолом, сын Давида, восстал на своего собственного отца, жила его гибели. Но ведь любое недоброе слово, сказанное в адрес наших родителей, это то же самое. После Давида трон царства наследовал Соломон. «Соломон чудный, и благодати премудрости исполненный. Сей лукавое иногда пред Богом сотворив, отступи от него». И Соломон осквернился влеком и страстями. Его жены были родом из языческих племен, и они нередко диктовали свою волю царю, волю, которая была противна воле Бога Отца. Веру праотцев затем наследовал пророк Илья. «Попали, Илья, иногда дваще пятьдесят иезавелиных, егда студные пророки погуби». 250 лжепророков, нечестивые царицы Изавели, которых погубил Илья, символизируют несчетное множество страстей, которые восстают на душу, но им нужно противостоять, как это делал пророк Илья. «Побеждающий достоин чести и похвалы». Об этом говорит и апостол Павел, и святой апостол-евангелист Иоанн Богослов в апокалипсисе. Нельзя унывать, если что-то не получается. Побеждает тот, кто ведет борьбу до конца. Его же воинство небесная славят и трепещут херовины и серафими. «Всяко дыхание и тварь. Пойте, благословите и превозносите во всяи ки». Награда верующим не на земле, а на небе, где воинства небесные славят Господа, где их херувимы и серафимы полны священного трепета. Все творение Божье призвано воспевать, благословлять и превозносить Бога во все времена, как это делали святые пророки. В связи с пророком Ильей проповедником веры был его ученик, пророк Елисей. «Иорданова, струя первие, милотью и линою, Елисеем ста, сюду и сюду». Когда на глазах у ученика пророк Илья был взят живым на небо, то сверху упал его плащ, милоть, этой милотью, плащом. Елисей разделил Иордан и прошел по нему, как по суше, как прежде это сделал Илья. «Неневитяны душе слышала Еси, кающиеся Богу, вретящим и пеплом сих не подражала Еси». История города Неневии связана с именем следующего пророка – Ионы. Он сначала испугался своего призвания и чуть было не погиб в море сомнений. Но Кит, повинуясь воле Божьей, взял его и доставил к Неневии. Народ Неневии, услышав проповедь Ионы, покаялся в своих грехах, и город не был разрушен. Мы же современные крестьяне не только голос пророков слышим, но и само Слово Божие. У нас есть все для того, чтобы покаяться и не погибнуть. Ветхозаветную историю автор канона заканчивает пророком Даниилом и упоминает о павелонских отарках, которые спаслись от смерти в пищи и прообразовали собой смерть и воскресение Господа. «Даниила в рове слышала еси, како загради уста о душе зверей, увидела еси, како отрацы и же о азарии погасиша верую пещий пламень». Наконец, автор канона говорит «Ветха Гузавета вся приведохте душе к подобию, подражай праведных боголюбивое деяние, избегни же паки лукавых грехов». Ирмос девятой песни любого канона традиционно посвящается Божией Матери. В Великом Покаянном Каноне преподобного Андрея Критского он еще служит переходом от Ветхого Завета к Новому. В Божией Матери воплотились чаяния пророков. Человечество оказалось способным вместить, принять невместимого. Без имена воза чадия, рождество несказанное, Матери безмужная, нетлінен плод. Божие порождение обновляет естество. Тим же тя сироти, як обогоне вісную Матер, православного лечае. Далее в каноне будет идти речь только о Новом Завете. Жизнь всех пророков и прадцев предвозвещала рождение того, кто скажет людям волю Божию от первого лица, от самого Бога, Бога Отца. По сравнению с Ветхозаветной историей Новый Завет в Библии занимает лишь небольшую часть. Но если героев Ветхого Завета можно перечислить, то героев Нового Завета сосчитать невозможно. Это апостолы, святители, мученики, преподобные, праведные, им же не числа. И все они напитали свои души словами Нового Завета о Господе. Об этом девятая, заключительная песнь канона. Нового привождуте писание указание, вводящее тя душе ко умилению. Умиление в церковном языке обозначает то же самое, что и покаяние. Христос волхвы спасе, пастыри созва, младенец множества показа, мученики. Это рассказ о Рождестве Христовом и последовавших затем событиях. «Христос искушается, дьявол искушаше, показуя каменье, да хлеби будут». В начале своего общественного служения Христос претерпел искушение от дьявола. «Брак убочестный и ложа нескверна, або ябо, Христос, прежде благослови, плотью яды в кане». Первое чудо сотворил Господь в кане Галилейской, притворив воду в вино, и этим прообразовал будущий Евхаристию. «Расслаблено гостягну Христос, одр вземша, и юношу умерша воздвижи, вдовичь рождение, и сотнича отрока, и самаря ныне явися». Множество чудес последовало след за этим. «Мытарь спасашеся, и блудница целомудрства ваше, и фарисеи хваляся осуждашеся». Своё учение Господь нередко выражал в притчах. «Разбойник, о глаголово шитя, разбойник богословия шитя, о бобо на кресте свисяста». «За правду и благодеяние народу Господь по зависти книжников и фарисеев был причтён к злодеям и повешен на кресте. Тварь содрогашеся, распиная матья видящий, горы и каменья страхом распадахуся». «Хотелось бы услышать далее о славном воскресении Христовом, о Вознесении, о Пятидесятнице, о проповеди апостолов, просветивших весь мир. Но великий покаянный канон заканчивается зрением Креста. На нём Господь, умирающий за мир и за его жизнь. Самое ценное покаяние не то, которое произносится по необходимости или даже по повелению совести. Самое ценное покаяние, которое приносит от любви к Богу, к тому, кто создал меня и весь мир, и кто сегодня умирает за мои грехи. Автор Великого Покаянного Канона подводит нас именно к этой мысли. «Возлюби твоего Создателя и Спасителя и покайся». «Впереди сорок дней поста и Страстная Седмица. Если за это время успеешь сделать хоть что-нибудь, на что вдохновил тебя Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Крестского, то воскресение Христово полноценно войдёт в твою душу. Оно станет частью тебя, а затем и Вознесение, и Пятидесятница, и подвиг святых апостолов». Не нужно сверхусилий, не нужно надрыва. Всё очень просто. Надо просто воспрянуть «воспряни оба», как поётся в каноне, и слушать, что говорит Церковь. До встречи в храме. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok